С фасада все прилично, а во дворе брошены строительные конструкции. Дальше, через 50 метров вглубь, отдельным островком уже явно бытовой мусор. Кто его выбросил, установить уже невозможно. Это могут быть как местные жители, так и те, кто проходил мимо, и кому было лень делать лишний крюк до контейнеров. Через участок проходит в прямом смысле народная тропа. Представитель жильцов Александр Петрович на момент съемки находился на работе. По телефону он пояснил, что квартир в доме немного, поэтому они решили не приглашать управляющую компанию, а все вопросы решать самостоятельно. По его словам, у них проблем с вывозом, бытовых отходов нет. Машина приходит регулярно. Сейчас раз в три дня хватает, летом практически каждый день. Я не знаю, какая компания, там через соседей мы это самое. Они у них забирают, параллельно нас, а мы там с ними уже по взаиморасчетам все договоримся. Чтобы вывезти строительный мусор, нужно заплатить 5000 рублей. В правлении дома предлагали соседям сделать это в складчину, но они не спешили, видимо, полагая, что это не их проблема. В любом случае, у участка есть собственник. Участок частный, но он подпадает под действием статьи 3.2.608 краевого законодательства. На данном участке мы выявим, заделаем запрос, установим собственника земельного участка и направим ему уведомление о приведении земельного участка на длежащее санитарное состояние. По выявленным нарушениям специалисты муниципального контроля составят административный протокол. Стихийная свалка похожа на воспаление. Если не принимать мер, то она будет разрастаться. Старший по дому пообещал уже в ближайшие дни организовать жителей на субботник, чтобы совместно с предпринимателями, которые арендуют помещение на первом этаже, решить общую проблему, что называется по-соседски. Субтитры создавал DimaTorzok